7.30 утра, Рома уже загнал свой грузовик сюда и стрижет там траву. У него есть кот от наших ворот, зашел себе тихонечко, пока мы спали, и начал свою работу. Я с утра своей лимонной водички смятой жахну, смотрите, она немножко даже подледенела, и тогда проснусь. За работой кого-то другого всегда любопытно наблюдать. Сидит уже полчаса здесь. Ты смотришь, как Рома сад стрижет? Нравится? Может, ты хочешь быть садовником? Для начала тебе надо помыть рот, он у тебя в шоколаде. Я тоже с тобой сяду тут. Какой спектакль. Полуголые мужики ходят, траву стригут. Я, блин, главное, Аньке написала с утра, а ты что, проспала, типа? Она, ну да, проспала, а сейчас приеду. Я говорю, сейчас за фаршем сбегаю быстро, мы сегодня пельмени будем делать. А пельмени будем делать для французского канала. Ну, я же, типа, знакомлюсь с русской культурой. И, короче, пока мы пошли в магазин, она уже приехала, поставила машину во двор и теперь пойдет с нами в магазин, потому что... Потому что это мы, черт знает, как готовимся с Тео. Да, Тео? Да. Да. Это, я здесь знаменитость, знаете ли, вот в этих штуковинах. Я по целым сумкам ношу бутылки, понимаете? Не то, что там бабули там с одной бутылкой придут. Ты хочешь бросать? Мне кажется, высоко. Так это еще и не все, у меня еще есть там. Не, подожди, подожди, подожди. Подожди, не, вот так. По одной просто бери, бросай. Помните, я вам говорила, во Франции они все складывают по местам. Бутылки в одно место. Это, о, уже полное. Кидай, кидай. А звук, звук. Нет, я сейчас, если я сейчас скажу, что я готовлю, и они увидят, что у меня волосы распущены. Будете же опять говорить, да, что типа, вот надо готовить, волосы надо собрать, фарточек надо одеть. Короче, я на это решилась. Я знаю, что, заранее знаю, что вредно мне что-то получится. Но я повторяю за Анькой, она делает пельмени для французского канала. А я тут же намешиваю рядом с ней, стараюсь делать то же самое. И если у меня сегодня получится делать пельмени, девочки, я напьюсь, честное слово. У меня даже есть пиво. Скоро уже время пить пиво, кстати. Смотрите, какая красивая мука. Один сакон воды, правильно? Ну, три к одному. Три к одному. А, дырку надо сделать в тесте. Так, дырка. Не думайте, что я только, это, утку умею печь там или что-то делать французское. Только я сейчас еще пельмени налюблю. Хозяюшка. Хозяюшка, да. Но если не получится, в мороженский магазин схожу. Стирки будет. Ну, не умею. Вы знаете, есть люди, у которых руки из жопы растут. Или, как это сказать, вежливо. Ну, вот я, например, шить не умею, вязать не умею. И с тестом работать не умею. Все остальное у меня получается неплохо. А это, что-то оно даже не складывается у меня. Но я все равно стараюсь. У меня все получится. Сейчас я вначале ложкой помешаю. А то сейчас кулинарки-хозяйки потом ругаться будут. Скажут, надо было руками. Надо все руками. Тесто любит руки. Сейчас. О, у меня почти получилась булька. Ага. Нормально булька? Надо еще, да? Нормально булька. Еще пока так, а потом помять, да? Не, Анька просто, наверное, стесняется показываться в кадре. Да не поэтому. Это потому что Анька на самом деле. Сейчас я все карты раскрою. Короче. Так. Давайте. Орешки возьмите. Выпейте водички сначала. Пока вы все щелкаете глазами. По-нормальному говорят, по-другому. Пока вы все глазами хлопаете, Анька умудрилась познакомиться и почти выйти замуж за того самого Жульена Полицейского. Ух, здесь я добавлю аплодисменты. Вот. Но Анька, она его взяла, я думаю, пельменями. Вот так. И пока он воюет, там где-то, где он в Меце-то снял? Что, в Париже? Анька, учтите мне делать пельмени. Комсал, я открыла. Руки, руки мыть. Иди, руки мыть. А ну, мотикапчик с собой. Пельменечки иди. Ну-ка покажи. Это для русского. Вот, теперь вот так вот соединяем. Аньке лучше получается, конечно. Смотрите, какую пельмешку ты его слепила. Сейчас я вам покажу. Тут сразу можно понять, где мои пельмешки, где ты. Вот это вот мои пельмешки. А вот это профессиональные пельмешки. Это здесь уже надроченные. Ой, научились. И это тоже, смотрите, какие у него получаются пельмешки. Шикарные, правда. Смотрите, я сейчас скажу. Смотрите, у него пельмешки шикарные получаются. У нас Тео. Напугала все-таки. О, это все Тео пельмешки налепила. А наши мы уже в кастрюлю опустили. Мы сейчас будем кушать такие красивые пельмешки. А здесь у нас будет, это, как сказать, на русском, не артистический, типа, как сказать. Ну, короче, уникальные пельмени Тео. Я не знаю, как назвать их. Но это реально артистическое искусство. Особенно вот этот пельмень, мне кажется, он самый красивый пельмень в мире. Сама бы я таких не сделала. Девочки, жру на камеру. Завидуйте. Во Франции есть настоящие домашние пельмени. Ты попробовала свои пельмешки за одну секунду попробовала. Там сметаны даже не осталось. Ты забыла облизать тарелку. Анька хочет это ведро купить. Но оно не под старину сделано. Мне кажется, оно просто старое. А они хотят 4 евро за это ведро, блин. А ну сколько здесь это ведро? 5 сантиметров, что ли? Судите характер человека. Я говорю, что я пиво и подкусники. Аня, пиво и готовить будет. А мужик просто срать будет здесь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!